Татарки никогда не были худосочные. У нас чек-чак, борсак, тут извините, не до впалых щек. Но вот по данным агентства по исследованию фармпрепаратов, татарстанцы все же променяли национальную выпечку на таблетки для похудения. В госаптеках все без ажиотажа, но продажи таких пилюль традиционно стабильны, ведь красота не имеет возраста. Бывают и 18-летние, бывает и 60-летние. 168 мой рост, сколько я должна весить? Есть самая простейшая формула, это рост минус 100. За идеалом спешат не только спортзал, но и в аптеке, пока одни стремятся к размеру XS. Татарстанские врачи отмечают тенденцию к полноте. Меньше двигаемся, больше едим. Основная проблема в том, что мы едим более калорийную пищу, мы едим больше жиров, сахаров и меньше потреблять начали фруктов, овощей, цельнозерновых злаков. Нельзя говорить о том, что нельзя есть много. Нужно говорить о том, что нужно питаться сбалансированно. Вот сколько потратили килокалорий, вот столько килокалорий нам нужно получать за счет пищи. Но вместо этого попытка сбить аппетит. Ведь лекарство для красоты может привести к летальному исходу. Побочных действий порой больше, чем последствий от ожирения. Суицидальные мысли, нарушение психики, включая депрессию, тревожность, бессонница, тошнота, рвота, усталость. Вещество сибупропин, например, давно запрещено на европейском рынке, но присутствует на российском. Препараты с их содержанием в первую очередь стимулируют и подвергают опасности нервную систему. Это сердце, это сосуды, это повышение уровня артериального давления, это сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфарктные карты и сутки. Но несмотря на все побочки, распродаж таких препаратов, согласно исследованиям агентства фармотрасли, на 12% выше по сравнению с 2016-м, прибыль растет, пока от них стремятся уменьшить талию. Джаконда Леонардо да Винчи за все столетия у Монализа еще никто в палых щек не видел. Татарские барышни у Хариса Якубова полнощеки, явно пышащие здоровьем. И барышня из века Инстаграм. Килограмм 50 максимум. И что не сделаешь, чтобы быть стандартом в социальной сети. На эти стандарты и нацелены фармкомпании. Маркетологи уверенно говорят, на прибыль работает иллюзорная красота. Нет такой таблетки волшебной, которую сегодня ты запиваешь родниковой водой, а завтра просыпаешься на 20 лет моложе и на 40 килограмм меньше. И вот именно этими потребительскими ожиданиями быстро, результативно пользуются маркетологи. Продолжают покупать эти препараты, потому что этот эффект поддерживается только при следующем приеме препарата. Статистика последних лет. Число болеющих анорексии в России выросло в 10 раз. И вероятность летального исхода становится все выше. Пусть красота и требует жертв, но только не здоровья. Альбина Менебаева, Игорь Романов, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!